Встречать чемпиона приехали все родные и близкие, друзья и знакомые. Мама серебряного призера делится, эмоции переполняют и сейчас, но слава богу, все переживания и тревоги уже позади. Я очень сильно соскучилась, очень много мы переживали и, конечно, сейчас испытываем облегчение и большую радость, конечно же, что мой сын выступал за честь страны и, слава богу, завоевал серебряную награду. Директор школы Олимпийского резерва, где занимался маленький Женя, вспоминает, они и не думали, что когда-то их воспитанник так прославит родное Ставрополье. Но что мальчик пойдет далеко и добьется больших успехов, видно было с первых тренировок. Видно было, что мальчик серьезный, мальчик будущего, ну а потом-то это уже, знаете, как достигается и соревнование-соревнование, и старта-старт. Первое утро по самолету Евгения поздравляет мама, потом все остальные. Пожать руку олимпийцу приехал и министр спорта края Александр Гребенюк. Ему когда-то пришлось пережить то же, что и Жене, и представлять страну и родной край на Олимпиаде. 400 граммов чистого серебра Евгений доверяет только в руки матери, но она признается, эта медаль всем им досталась тяжело. Тяжелая медаль, раз что, тяжелая? Тяжелая. Но я думаю, что эта медаль тяжелая потому, что очень много труда сюда вложено. Вот поэтому. Так что будем носить с достоинством. Наконец-то я дома, теперь буду отдыхать. В Лондоне, конечно, хорошо, но дома лучшая организация Олимпиады, рассказывает Евгений, не без изъянов. Расстроило чемпионное выступление в индивидуальной программе. Взять золото не позволила травма. Но и серебро в синхронных прыжках для первого олимпийского опыта, подчеркивает Евгений, хороший старт. Медали рад, но отмечает, это далеко не его предел. Не максимум. Мы проходили лучшую программу с Ильей Захаровым. То есть, для первого опыта Олимпийских игр серебряная медаль – это достойно. Серебро – это тоже медаль, это дорогого стоит. Все россияне и земляки следили за своими героями, но так как переживали близкие, простым фанатам не понять. Самая преданная поклонница, девушка Евгения, признается, выступление Жени смотрела с замиранием сердца. Мы смотрели с нетерпением, просто, честно, душа в пятки. Просто уходила каждый раз. Я верила, я его безумно люблю, он молодец, он просто заслужил ее. Он умничка. Все, дальнейших ему успехов. После долгих тренировок теперь дома можно и отдохнуть. Но ненадолго. После – опять все по новой. Ведь на следующих играх Евгений Кузнецов собирается вновь бороться за золото. Олеся Мелихова, Андрей Чернов, Информбюро.